Говорим, зачем учить французский язык? Кто эти люди, которые ищут французские вузы, хотят уехать во Францию или многоговорящие страны? Мне это неизвестно. Понятно, что это как-то в слепом пятне, но не будем говорить о тех, кто просто любит францию и французский язык. Это очевидная и понятная причина. Поговорим о тех, кто сознательно выбирает вдруг французский язык для изучения. Там несколько моментов, на которые они обращают внимание и правильно делают. У них есть конкретная цель и она сработает. Во-первых, это школьники и студенты, которые хотят получить образование во Франции, которое на французском языке, еще в государственных вузах во многих очень дешево. И французские же вузы, они все-таки довольно высоко стоят в рейтингах по многим специальностям. Поэтому, в общем, это такой красивый экономичный путь, получить хороший диплом, пожить в красивой, прекрасной стране. Да, в принципе, можно около четырех тысяч евро в год за обучение выплачивать, плюс проживание. А работать можно? Да, и вот что хорошо, что во время обучения во Франции ты имеешь право работать с русским паспортом, ты получаешь где-то месяц на третий, наверное, на четвертый, у тебя будут документы на работу. А по нагрузке? Ну как? Я не вычитываю из медицинских... О, это же государственные французские вузы. Нагрузка тебе позволяет отдыхать, дружить, наслаждаться искусством и работать. Нет, вполне. Вполне ты можешь себе это позволить, это... То есть выйти на самоиспечение? За проживание, наверное, с питанием, ты за свое развлечение сможешь платить. Да, 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 потому что 300 евро, 400 евро за месяц, за комнату ты можешь платить, если с кем-то снимаешь квартиру, например. То есть это такой хороший, красивый путь хорошего, признанного во всем мире образования, недорого в центре Европы. Плюс ты путешествуешь по всей Европе, да, потому что известно, что из Парижа в любую точку очень удобно добраться, неважно на чем, любой вид транспорта. Второе, что интересно, кто еще выбирает французский язык? Люди, которые интересуются дипломатией, международными отношениями, потому что многие документы, многие, много законотворчества до сих пор ведется на французском языке, таможенное регулирование и так далее. То есть есть еще довольно большой пласт международных и глобальных документов и индустрии, где французский очень важен. Колумбия, Африка. Именно, да, и у тебя появляется, что в рабочем, в рабочем твоем пространстве оказывается не только Франция, но еще Африка, еще острова в Карибском бассейне, еще острова в Индийском море. То есть довольно большое пространство, где ты можешь себя потом найти по карьере, по работе. Ну, потому что это важно, еще раз, я опять же, я все время заземляюсь, да, с коммерческой точки зрения, да, то, что я, вот английский или французский, например, да, то, что я услышал, что французский дает тебе возможность все-таки работать не только во Франции, искать себя не только во Франции, где все-таки, ну, не всегда просто, не со всеми специальностями, да? Некоторые специальности будут выгодны в этом смысле, да, не все специальности, конечно, может быть, за IT-технологиями не стоит их сейчас во Францию, да, но за международными отношениями или за Ириспруденцией. Хотя там есть город будущего, как он называется? Да, около, город, который находится около Канн. Да, да, в созданных 70-х газах, когда он там... Это надо будет вырезать, я, конечно, помню, как он называется, сейчас вспомню, но он... Все нормально, я тоже не помню. На самом деле он уже, наверное, не является городом будущим, да? Да, он жив. Если мы сравним даже с голландскими или с шведскими вариантами, наверное, там уже больше интересного происходит по инновациям сейчас. Я хотела еще сказать, что есть еще один момент положительный, да, выучив французский язык, который из этой группы, наверное, является самым сложным, ты очень легко в течение, там, полугода учишь испанский или итальянский, а если... И это тебе... То есть французский, как самый сложный из группы, помогает тебе потом освоить те языки, которые более распространены. И опять же, с теми же самыми буквами и слагами. Да, только чуть более понятно русскому уху и русскому мозгу. То есть, в принципе, получается, что ты быстро перейдешь на многоязычие. Это очень важно тоже, что тяжелее сделать с испанского и наоборот. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно. Ну, мне кажется, вопрос снят. Круто. Спасибо, да? Спасибо. И�. 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 Это очень плохо.